Понедельник день тяжелый, особенно когда с утра приходится откапывать машину или сквозь ветер пробираться к остановке, а потом простоять в пробке длительное время. Добраться до работы школы и детских садов 5 февраля действительно было тяжелым испытанием. Казанцы оказались во власти зимнего шторма. За ночь с 4 на 5 и утром 5 февраля в Казани выпала месячная норма осадков. Экстремальная ситуация обусловлена прохождением через нас Балканского циклона. Сейчас он проходит центр через нас этого циклона. У нас рекордное количество выпавших осадков, то есть снега за последние 140 лет. Не было у нас столько осадков. У меня данные, допустим, за ночные осадки 24 мм, а норма у нас месячная 3-4 мм. Из-за снегопада пробки на дорогах достигли 9 баллов, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки. В Сатарстане ограничили движение междугородних автобусов, а также остановили работу двух ледовых переправ. За сутки были задержаны 6 авиарейсов, а самолеты, направлявшиеся в Казань, произвели вынужденную посадку на запасных аэродромах. В связи с погодными условиями в Казани объявлен план «Буран». Итак, это снежный апокалипсис в Казани, который накрылся буквально за одну ночь. Ходить на улицах невозможно. Кругом пробки машины застревают во дворах. На дороге уже вывели всю имеющуюся в наличии технику. Водители оставляют свои машины прямо на проезжей части. Проехать сейчас практически нереально. Всю ночь МЧС и прочие спецслужбы работали в чрезвычайном режиме, поэтому удалось избежать гололеда и заносов на основных трассах. Проблема остается сейчас во дворах и поселках города, сообщает глава Комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев. Он просит жителей Казани пока отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Метроид за наплыва пассажиров сейчас напоминает метрополитен Москвы в час пик. На непогоде хорошо заработали таксисты. Цена в связи с очень высоким спросом поднялась в три раза. Обильный снегопад и ветер спровоцировал аварии на электросетях. Без света оказались более 8 тысяч человек в 50 населенных пунктах Татарстана. Пожалуй, самая приятная новость для детей. В связи с такой погодой им разрешили не посещать детские сады и школы. Социальные сети пестрят фотографиями заснеженных улиц и сугробов. А жители многоэтажек публикуют видео, снятое из окон, как машины пытаются проехать по дороге. Несмотря на такую ситуацию, в городе жители Казани поднимают себе настроение различными способами. Выкладывают смешные картинки, снимают видео, как веселятся на улице. Сейчас самое главное запастись терпением, ведь погодная ситуация уже совсем скоро придет в норму. Анна Глазунова, Универньюз.